ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас вот буквально залетел в последний вагон этот уходящий, который играет в финале. Перри, Драйзайт или Маклауд, это действительно одна из троек топ-6, которая способна играть на хорошем уровне все, допустим, матчи финальной серии, сколько бы ни было их. Вот есть люди, которые там за наши всегда, есть люди, хоккейные эстеты. Но, блин, смотришь на Макдэвид, это реально круто, как человек. То, что он делает, это эстетство, да, это вот, ну вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем привет, привет, ребята. Это Павел Лосенков, это передача «Одель хоккея». И это мы снова с вами, потому что лето, и мы к вам пришли. Что еще делать? Павел Лосенков, Андрей Юртаев и Анна Андронова. Великолепный репортаж снимает «Звезда Матч ТВ». Подкаст на КХЛ ТВ смотрите. Есть телеграм-канал? Нет, я все... А что ты, вот заведи свой телеграм-канал, как можно? Мне кажется, что никто не будет это читать. Ну, кому интересно? Вот, смотри, на тебя смотрят миллиарды телеграм-канал. Если вы подпишитесь, напишите в комментариях, я заведу. У меня много всего, что можно рассказать. Я иногда, у меня порыв прям написать, а потом, а, мне же некуда писать. Все храню вот тут. Единственный человек в современном мире, у которого нет своего телеграм-канала. Как это может быть? Губерния бы, кстати, представляла ее сексе Андронова. Он вчера, накануне, на Никольской ему тут с ним, на легкой атлетике, он меня рекламировал на всю Никольскую. Говорит, вот мне замужем. Обратите внимание. Я говорю, ну подожди, подожди, не стоит. Так вот, подкиньте идеи Анне, зачем ей надо завести свой телеграм-канал. И самое главное, какой будет концепт этого телеграм-канала. Концепт. Концепт и контент. Девочка же нужны фотографии, значит. Да нет, ну мне такого нет. Инстаграм есть. У меня в этом плане не интересен что-то. Ну про хоккей в основном. На днях в телеграм ворвался очень активный Александр Бедрев. Да. И он советовался со мной. Оказывается, можно на себя подписывать насильные людей. Да, да, есть такие. Я просто, нет, я, конечно, с удовольствием теперь читаю, но я обнаружила, что я на него подписана, не подписываясь. Да, есть такие. Ну, у меня, кстати, нет. Ну, ладно, хорошо. Меня не подписал на автомате. Ну, интересно. Первых 200 читателей своего телеграм-канала ты можешь сам выбрать. Тогда приятно, что я попала в число. Топ 200. Да, топ 200. Любимых людей Александра Бедрева. Вот. И что у нас? У нас финал Кубка Стэли начинается вот-вот. И мне кажется, это очень крутой финал. Есть статистика там, что рейтинги высокие, такие же, как с 2018 года. А там, извиняюсь, и были и Вегас, и Вашингтон, и Вечкин. Вы видели цены на билеты? Слава Богу. Скрины публиковали. Нет, а что мне с этой ценой делать? 420 долларов – самый дешевый билет. Вот вообще на самом верху, на самом последнем ряду. Я просто тут прикидывала, смотрите, немножко математики. 420 долларов, да? Ну, казалось бы, это для нас, может быть, большие деньги. На секундочку 40 тысяч рублей. Да. Но в Америке, там, возможно, другие доходы, да? Я погуглила, сколько… Невозможно, точно. Сможа где. Возможно, американские бомжи с тобой не согласны. В общем, я погуглила, сколько средний доход жителя Филадельфии примерно… В Филадельфии? Нет, ну, предположим… Поставки Филадельфию настроила, теперь все только там, что смотрит. Все равно там в разных штатах разное, поэтому я решила проверить конкретно в этом штате. В общем, средний доход – 6 тысяч долларов в месяц. И вот, то есть, это получается тебе… 600 тысяч рублей. Ну да, 600 тысяч рублей, 40 тысяч ты за билет, за один матч финальной серии. У нас, смотрите, насколько я помню, от 2,5 тысяч на финальную серию были билеты. Средний доход жителя Ярославля – ну, 25-30, наверное, тысяч. То есть, это, в общем, одна десятую часть зарплаты ты отдаешь на билеты, а там… Ну, то есть, это примерно равное. Одну двенадцатую часть. То есть, ты ведешь свой личный бюджет, и ты, допустим, так, у тебя за месяц накопила сумма 100%, и ты такая, так, 10% на развлечение, или там, 50% на развлечение. Нет, конечно, мне ничего не откладывается. Я не знаю, как это люди делают. Не получается. Все, все прогуляй. Все, да. Ну, вот тебе ответ. Пошла и купила. Я думаю, ты бы даже купила, если бы у тебя была возможность, на финал. 400 долларов не пожалела бы. Ну, 400 долларов, ну, где ты сидеть будешь. Ну, что за то. Там какая-то точечка будет. Причастность. Возможно, это Боброскин, но это не точно. Да. Что вообще по раскладам будет в этом финале, что ты ждешь от него? Это действительно… Ну, букмекеры говорят, вот если на Винлайн зайти посмотреть кэф, это там четко, надежно и вообще все классно. Заходите, посмотрите, поверьте на слово. То, что у Флориды шансов побольше, чем у Эдмонтона. Хотя, с другой стороны, топ-4 бомбардиров этого плыва – это Эдмонтон. Вратарь у них играть начал с Киннер нормально. Защита вообще классная. Там Бушар, там и в атаке, и пытаются что-то сзади делать. Они даже весят больше, потому что у них рост абсолютно одинаковый. Вот средний рост команд абсолютно прям одинаковый. До десятой сантиметра, а вес чуть больше. По-моему, кто там? Эххельм или кто там? Защитник есть такой? Есть, да. Вот он самый толстый. Самый толстый. За счет него перевешивают на… У него борода просто много. 600 грамм перевешивают. Ну, вот эта борода как раз. В среднем, да. Вот. И почему бы и не Эдмонтон? Почему так не верят в эту команду на фоне Флориды? Вот я рассказывал, когда они играли с Даулсом. Я рассказывал, почему Даулс должен выигрывать Эдмонтон. Ну, пусть все наоборот получилось. Да. Посмотрите. Но, но, но я рассказывал в тот момент, когда еще не было вот… Во-первых, большинство не работало. Во-вторых, они не собрали вот эту вторую тройку с Перри и Маклаудом. Дунканом? Нет. Дункан Маклаудом. Я понял, да. Я не сразу сразу. У них же есть и Перри там, который бессмертный, то и Дункан Маклауд должен быть. Ну, логично, да. Есть в этом логике. В одном звене. Да. Но, смотри. Вот все, что я говорил тогда. Вот я сейчас повторю. Что они сделали по ходу той серии Эдмонтон? Почему они переломили? Во-первых, вот они вернули и правда Перри и Маклауду, и создали вот эту вторую тройку с Драйзателем, которая действительно в четвертом матче, ну, по сути, таким ключевым фактором стала для победы, потому что там и Драйзателль забил, пусть и не с ними, но все равно он забил. И эти два набрали свои первые очки вообще в плей-офф, вот оказавшись вместе. Вот. А дальше я вот смотрю и думаю, ну, хорошо, сейчас вы это сделали. Серьезно, типа, и в пятом и в шестом матче у вас так же хватит сил, чтобы Перри, который сидел в запасе, не проходя просто в состав, сил уже того всего Волороста, что он и дальше будет играть вот на таком уровне. В итоге они пятый и шестой матчей выиграли за счет большинства, которое у них... Феноменально. Да, но которое Даллас восстанавливал в первых четырех, получается, играх, а в пятом и шестом матче он нас на этих не сумел. Вот они за счет большинства, там по два гола в каждом из матчей, и все, они прошли дальше. Вот. Соответственно, вот теперь мы то же самое перекладываем на Флориду. И вот у меня опять тот же самый вопрос. Хорошо. Вы считаете, что Перри, Драйзайт или Маклауд – это действительно одна из троек топ-6, которая способна играть на хорошем уровне все, допустим, матчи финальной серии, сколько бы ни было их? Я не уверен. Возможно, там у Ноблаху есть какие-то еще свои идеи, потому что это был очень хороший тренерский ход. Возможно, у него еще в запасе что-то есть. Ну, в конце концов, можно обратно вернуть туда Кейна и к Драйзайтлю, да? Ну, то есть, я не уверен, что вот эта тройка будет работать дальше на каком-то высоком уровне. И я не уверен, что будет работать большинство, опять же, потому что оно великолепное, но у Рейнджер тоже было очень хорошее большинство до Флориды. И, соответственно, если Флорида останавливает большинство, если Флорида 5 на 5… Чем она останавливает? У них кто там суперубийцы меньшинства? Да… Кто там? У них что там? Кто там? У них лучший оборонительный нападающий вообще последних лет в команде – это Барков. На Барков, да. Соответственно, у них есть этот новый Барков как бы условный, молодой, другой финн тоже Антон Лондал. Ну, это если мы говорим про атаку. А самое главное, у них есть Эгблот и Форслинг. Эгблот – первый номер драфта, который держит уровень, в принципе, практически всю карьеру. И Форслинг, который невероятно спрогрессировал именно в этом сезоне. То есть они способны останавливать и в меньшинстве, и в равных составах ведущих, нападающих, как это было с Кучеровым в первом раунде против Тамп, как это было с Пастерняком во втором раунде против Боссона, как это было против Зибанижада, Крайдера, Панарина сейчас. То есть Флорида на протяжении всего плей-оффа показывает, что у вас там, лучший бомбардир лиги? Окей, иди сюда, да, до свидания. Вопрос вот Макдэвид и Драйзайтель, ну, наверное, они что-то забьют все равно. Но, опять же, моя идея, как и вот в серии с Далласом, как я говорил, что если эти не забивают снизу, там помощи особо много не дождешься. И я не уверен, что нижние звенья Эдмонтона на уровне финальной серии готовы действительно свой вклад вносить в формате 5 на 5. То есть тут кто более грамотно сыграет? Защита Флориды или нападение Эдмонтона? Да, при этом у Флориды тоже есть нападение. Эдмонтон очень хорошо играл в меньшинстве. Вот эти вот, я говорил, опять же, вот я все, что говорил про Даллас, да, вот то же самое. Вот эти все парни, типа, вот этих нижних звеньев, они же в меньшинстве очень хорошо играли. То есть меньшинство Эдмонтона, Даллас вообще ничего не позволило забить. У Флориды, да, мы знаем, там Райнхард, вот это все большинство. То есть Эдмонтон вполне способен их останавливать тоже в меньшинстве в своем. Но вот 5 на 5 в равных составах, опять же, Флориды, мне кажется, сильнее. И здесь Даллас не сумел, Флориды вполне может это сделать. А что касается вратарей, как бы ты сравнил? Ну, понятно, что Бобровский сильнее. Скиннер провел очень хорошие вот эти последние матчи, после того, как его меняли на Пикар и потом вернули обратно, он сыграл действительно очень хорошо. Опять же, вопрос, способен ли скиннер играть вот на таком уровне дальше, на протяжении там 4-5-6 матчей финала, сколько бы их там не было. Ну, короче говоря, понятно, почему Флорида фаворит по котировкам, по коэффициентам. Готова ли ты будешь вставать в 4 утра или в 3 утра, во сколько? В 3, да? В 3. Вот, чтобы смотреть хоккей. Или это, ну, у тебя работа потом на следующий? Ну, финальную серию я обычно смотрю, кстати. Кстати, честно признаюсь, в основном хайлайты, а вот финальную серию по традиции смотрю, даже готов вставать, да. Ну, как-то интересно в моменте узнавать, а не потом. Ну, и как тебе, какое у тебя предчувствие? То есть, я понимаю, что ты болеешь за Флориду, все понятно? Да все болеют, мне кажется, все болеют за Флориду, у них два. За Флориду, да, за Флориду, это как бы весель. У нас три россиянина, да, или сколько, не три, подожди. Тарасенко, Бобровский и кого-то еще забыл? Или два? Как будто два. Кого? Во Флориде. А, Куликов, три. А, три. Больше, больше. Морис русский, он научился. Барков русский, по сути. Барков. Окей. Слушай, а там, по-моему, чуть ли не треерп. Иванов там работает? Макс? По катанию. Я понял, он там был, но я не знаю, где он сейчас. Я могу ошибаться, но там Флориды, вообще там чуть ли не самые русские штаты Америки. А Эдмонтон? На фоне. Там нет россиян. То есть, мы болеем только, если кто-то вдруг болеет, за громкие имена, да, за Макдэвид? Не, ну Эдмонтон, слушайте, во-первых, Макдэвид, он достоин того, что, знаешь, вот есть люди, которые там за нашу всегда, есть люди, хоккейные эстеты. Ну, блин, смотришь на Макдэвид, это реально круто, как человек, то, что он делает, эстетство, да, это вот, ну, как вот не болеть там за… Как тебе может не нравиться картина там Микеланджело, да, там, или Леонардо да Винчи, да, как тебе может не нравиться высшее проявление какого-то этого дела? Конечно, ты будешь за него болеть там, чтобы он что-то сделал, да, это раз. Во-вторых, за Эдмонтон болеют многие со времен там грецкие, да, то есть, если те, кто люди олдскулы болеют там за НХЛ, они помнят, как вот у них были такие крутые моменты. Плюс за Эдмонтон можно уже болеть, потому что там Канада, блин, она с 93-го года бедная, ничего не может выиграть. Плюс есть такие люди, кто там не определился, потому что их команда, например, вылетела, будем болеть за Эдмонтон, потому что 18 лет, по-моему, да, они не брали, не играли в финале. Нет, они не играли, они с 2006-го. 2006-го не играли? Они побеждали с 90-го. Вот, с математикой. Ну, то есть, больше 30 лет они не побеждали, и как будто бы интересная история. Кто-то болеет за Перри. Флорида никогда не побеждала. Но играла при этом в финале. Флорида никогда не побеждала. Не так давно. Эдмонтон в 2006-м играл в финале. Да это давно уже было, мы забыли, как это было. У Эдмонтона сколько, 5 кубков, Флорида 0. Есть ли шанс у Бобровского взять MVP, и с учетом того, что феноменальный, да, там Макдэвид уже 30 очков, 31 у него, и Бобровский вообще, какие у тебя чувства вызывают? Потому что губерниев любит Бобровского как сына своего, да? Очень. Где они могли пересекаться? Как? Вообще, губерния приезжал в Америку делать репортаж, когда Бобровский был еще в Коламбусе, там он там ходил, снимал, у него был репортаж большой. И во всех интервью, когда ты говоришь с ним про Энхайл, он всегда скажет, что Бобровский любимый игрок. Нет, ну, я с ним мало пересекалась вживую, один раз, вот тоже на каком-то из матчей вот этих, где собираются все селе прийти много лет назад, произвел впечатление как скромного, очень такого, какого-то тихого человека, лишний раз где-то нет, да, слишком правильного. Ну, такие всегда вызывают положительные эмоции, и плюс, ну, у нас там Дима Лукашев, да, мой коллега из Новокузнецка же, он как раз и постоянно очень переживает, особенно за игроков оттуда, и много про них говорит, и тоже как-то начинаешь проникаться вот этими рассказами про Новокузнецк. И там же вроде бы хотят Орелу называть, да, его именем, или еще, уже назвали или еще? Да нет, ну, там кто-то предложил, да. А, то есть это только предложение, еще пока. Я не знаю, насколько это серьезно. Почему нет, если, тем более, если возьмет MVP, надо называть. У нас такое большое видится на расстоянии, да, там, мы все знаем, что Третьяк там самый великий, да, 20-й век, лучший игрок 20-го века, но если так посмотреть сейчас, может быть, конечно, не хватает международных матчей, да, хотелось бы их видеть побольше, но, может быть, Бобровский такая же фигура, как, ну, сравнимый с Третьяком, знаешь, вот как в нашем футболе есть Лев Яшин, есть Ренат Досаев, но Игорь Акинфеев, вот если так посмотреть на дистанции, он был где-то с ними плюс-минус как-то так, ну, в топ-3 бы вошел. И Бобровский, вот как Акинфеев в футболе, да, вот на фоне Третьяка равно Лев Яшин, да, то есть мне кажется, что, ну, смотри, у него две визины есть, он сейчас, дай бог, ему Кубок Стэнли взять, и Кубок Стэнли для него будет, по сути, ну, и пропуск в зал славы, я об этом тоже поговорю в вопросе ребром, но и прав ли я, то, что масштаб личности, что он действительно в 35 лет нереально крут, и это действительно для нас большая фигура. Жаль, опять же, международные матчи, да. Но он чемпион мира же, да, правильно? Но он был чемпионом мира, да, в 2014 году, и мы помним вот на Кубке мира, как он играл, да, там, феноменальный этот матч был. Золото олимпийских игр. Кстати, против, он остановил Макдэвида тогда, мы обыграли сборную молодых звезды Америки, и там был Макдэвид, и Боб его остановил, при том, тогда, вот они, североамериканцы, обязаны были просто нас обыгрывать, у них было какое-то дикое количество бросков, и Боб там в свой день рождения, он их остановил, и я просто помню, как мы с ним брали интервью после матча, и все такие были круглые глаза, как он это сделал. Это был матч, который начался с того, что Макдэвид на бортике обогнал Датсука, это как будто Датсук стоял, а Макдэвид просто мимо него, а Датсук за ним бежал, старался. Я так думаю, блин, куда мы попали? А в той команде были Макдэвид, Макдэвид, Мэтьюс, нет, вот я говорю, Макдэвид, Мэтьюс, чуть ли не Марнер, кто они там были. Представляете, 8 лет прошло, а Боброски все еще топ. Ну вот видишь, и как раз вот снова встреча с Макдэвидом. И было бы красиво очень, конечно же, если бы он кубок привез в родной город, но, к сожалению, даже если они выиграют, кубок ему не дадут, да, ведь? По-прежнему никуда привезти. Так вот, я прав про Боба, может ли он MVP взять в этом? Нет, ну, может взять, а может и не взять, да, но мне кажется, что он не будет фаворит, но, допустим, если Флориды побеждает, то я думаю, что там в сторону Баркова как-то вот будут смотреть Ткачука, может быть. Боброски, может быть, будет где-нибудь там третьим в этом списке, потому что все равно, мне кажется, часто вот в пользу таких более раскрученных игроков смотрят при определении, как это было в 2018 году, когда получил Овечкин, а не Кузнецов, например, когда Вашингтон выиграл. Да. Хотя там феноменальный был плей-офф у Кузнецова, но получил Овечкин. Ну, понятно, да, Овечкин, капитан, там, лидер. Скиннер не хуже? Скиннер не хуже, вопрос. В смысле, не хуже? Ну, тут не хуже. Он играет очень хорошо, представляете? Как человек? Решающий матч. Вот, да, концовка, да, концовка вот этой серии с Даусом, да, была очень хорошая скиннер. Помнишь, как у Вегаса Хилл вытащил, четвертый вратарь, да, там, вытащил на Кубок Стэнер. Может быть, у него этот кураж есть, и, может быть, он не хуже в данный момент ситуативно. Понимаю, по карьере, да, там, это Тусатый и Зен, на котором Вантус дарят все время, там, лучше, ты лучше, вот тебе Вантус. Что у них там происходит вообще в раздевалке, вот. Вещь полезная. Да, вещь полезная, да, вот это все, но... Она все еще не замужем. Ну, посмотрите, как вот, в данный момент, может быть, он не хуже? Ну, хорошие были матчи, но, в целом, вот, допустим, плей-офф, если брать, это же, правда, его меняли на Пикар, потому что не было уверенности в нем, и если мы чуть дальше будем опускаться, там, в серию с Ванкувером, ну, там был седьмой матч, с 2-3 они вылезли, Эдмондон, я имею в виду, то есть, там, Ванкувер вполне мог дальше проходить. Ну, не было, мне кажется, такого, чтобы Скиннер, ну, вот эти три игры, да, великолепные, Вобровск, вообще, мне кажется, сомнений по Вобровскому вообще нет на протерении всех раундов. А Скиннер, ну, как бы, были хорошие, были неудачные матчи. Ну, посмотрим сейчас, на что его хватит здесь в финале. Владимир Тарасенко, ты с ним общалась? Нет, ни разу. Ни разу? У-у. Да, это не так просто, кстати, взять интервью Владимира Тарасенко, он так, очень строгий в этом смысле. Избирателен, на тебя, я думаю, реагирует хорошо. Ну, вот, я с ним сделал интервью, когда он выиграл кубок Стэнли в 19-м году, мы с ним общались, там был такой телемост у нас, и как раз у него карьера в Сент-Луисе закончилась, и он потом, сейчас вот пошел в Атау, его обменяли в дедлайн, опять его обменяли в дедлайн второй год подряд, и он попал в команду, которая играет в финале. И при этом у него был момент, он 7 матчей не набирал очки, да, и забил золотой гол, чтобы, ну, не золотой гол, а решающий гол в серии, и вышел в финал. Как ты воспринимаешь вот эту фигуру Тарасенко, человека, который уже брал кубок, у него уже есть опыт, хотя я помню, блин, он был пацан, когда я помню, молодежной сборной. Я помню, да, это МЧМ. Помнишь, он бил, бил и сборной его убирал, отцеплял, и давал интервью, говорит, да он толстый, посмотрите, он толстый, у него сердце не выдержит. Как он мог, я знаю Тарасенко, насколько он так очень трепетно относится к каждому печатному слову, я наверняка бомбил вот этих слов, и его убрали из сборной. Могу ошибаться, но это чуть ли не золотая сборная была. По-моему, да. Ну, это, видимо, какой-то трюк был, очевидно, да, психологический? Ну, мы убрали в 2012 году, могу ошибаться, но он был, то есть его, по сути, лишили золота чемпионата мира взрослого. Это, блин, ну как это? А, ну то есть его прям совсем, да, что, или как-то тогда убрали полностью? Я могу ошибаться, слушайте, по-моему, это было в Стокгольме. Вот, и как раз вот у нас в Стокгольме, тот был, когда был групповой этап, потом мы переехали на полуфинал-финал в Финляндию, вот, и его отцепили от золотого чемпионата мира. Это было очень плохо. Да классная история, на самом деле. Сейчас у него шанс, я не знаю, если вдруг ему это интересно, всем все доказать еще в очередной раз. То есть в нужное время в нужном месте оказался. Вот, что называется, и повезло тоже, да, что ты играешь в команде сейчас, вот, буквально залетел в последний вагон этот уходящий, который играет в финале. И вот, пожалуйста, сейчас все взгляды прикованные к тебе, к твоей команде. Докажи им, что они неправы были. Я думаю, мотивация с этим проблем не будет. Да, но это опять же такой этап в карьере, когда он шел на год в Атау, я так прям понимал, он идет в Атау, да, ну, там, где трудно строить карьеру долгосрочно, он шел на один год, чтобы набить статистику и показать, что в этом сезоне, что он стоит, чтобы подписать долгосрочный контракт. Потому что в прошлом сезоне он с агентом проспал хороший контракт. Он метался по рынку, помнишь? А там, вот, когда уже после подписания с Атау, и там была информация, какие у него были предложения, и там предложения были, ну, правда, ну, не ахти. То есть это вопрос, опять же, это агент или еще что-то, но... И они рисковую стратегию выбрали, потому что у них какая история травм, да, могли сломать... А какая рисковая? Мне кажется, вот из того, что было... Пара опираться на плече. Вот из того, что ему прилагали, мне кажется, это был и правда, ну, оптимальный вариант, потому что там был долгосрочный с Атавой, что ну зачем, и какой-то еще один, я не помню какой, но какой-то тоже не очень, на фоне которого год в Атаве, вот, в смысле, что под дедлайн уйти, мне кажется, вот из того, что было, это реально хороший был вариант. Показал он товар лицом в этом сезоне? Как ты думаешь, он получит этот многолетний контракт? Или он должен для этого выиграть Кубок Стэнли? Мне кажется, не особо это... Не будет влиять? Вот мне кажется, да, ну, сейчас, ну, сколько там, ну, 4-5-6 матчей, сколько это будет матчей, я не думаю, что это кардинально изменит ситуацию. Я могу ошибаться, и вы даже Светл не взяли, да, его же не защитили? Его Сент-Луис, по-моему, не защищал, по-моему, да, его даже не взяли, и все говорили, что вы не уберете-то? Вот это даже такое было. Или, по-моему, Светл взял Винца Дана, что ли, из Сент-Луиса. Да, да, да. Ну, то есть, получается, что, вот как ты думаешь, он все-таки, есть ли ощущение, что он наработал на этот контракт? То есть, эта стратегия сработала? Не знаю, не уверен, потому что, мне кажется, вот ярче у него вот этот кусок за Рейнджерс был в том году, чем здесь за Флориду. Понятно, важный гол сейчас, но в целом, наверное, больше вы от него ждали в плане результативности. Может быть, сейчас он в финале так зажжет, что... Да, может быть, это важно. Вот сейчас опять, когда мы будем говорить про глубину состава, ну, вернее, я говорил, когда про глубину состава, вот перевод Тарасенко в третье звено, на самом деле, это же то же самое, что и с Эдмонтом, это как бы размазывание ударных сил на большее количество звеньев, а не вот скопление их там только в первых двух тройках. И вот этот, действительно, Ло Старинен, Лундел, Тарасенко, это тройка, которая забивала два матча подряд, включая вот этот гол Тарасенко в решающем матче. Поэтому, может быть, это тоже такой ход, то есть, тебя может забить первый, второй, Тарасенко из третьего может забить. Это важный момент. Может быть, он действительно будет оттуда забивать. Но я не думаю, что это принципиально поменяет отношение к нему на рынке. Ну, есть же пример, да, того же Нечушкина, у которого сейчас, может быть, все не очень, но когда... Готовится к медиа-лиге, проявит себя сейчас. Ну, то есть, когда вот у него была травма, тот сезон, когда они взяли Кубок Стэнли, когда он зажигал весь плей-офф и, в частности, финальной серии геройствовал, и потом получил контракт хороший. Ну, он был моложе на пять лет, да? Нет, ну, контракт, да, действительно, срубил, реанимировал свою карьеру. Смотрите, у нас восемь игроков в истории нашего хоккея в НХЛ привели больше тысячи матчей. Восемь, ну, буквально, там были сотни, да, приезжали. И Дмитрий Куликов, тихий сапый в следующем сезоне в этот ряд войдет, в ряд великих. Но, с другой стороны, он один из самых таких незаметных защитников наших. Был момент даже, это, ну, НХЛ, попробуй там его догонить, да, там, на интервью, чтобы взять, да? Попробуй там, возьми интервью игрока НХЛ. И был даже момент, когда или пиар-агент какой-то, или еще кто-то звонили, предлагали в редакцию, говорят, возьмите интервью Дмитрия Куликова. Вы согласились тогда? Звоните на следующий год. У нас на Матч ТВ выходил интервью текстовый, да, с Дмитрием Куликовым. Это было все, и мы, конечно, согласились. Но вот просто сам факт, что его даже пытаются вывести из тени, потому что он этого достоин. Ну, потому что недоработка наша, получается, журналистов. Наша, наша, и он хороший рассказчик. Он готов сам, да? Он хороший рассказчик, да, я с ним там общался, и когда я приезжал в Финляндию, да, там, когда НХЛ там приезжал с Флоридой. Он же во Флориде начинал, начинал. Потом для него был шоком обмен в Баффало. То есть он начинал во Флориде, то есть ты живешь, они выбирали на драфте, он там провел. Обмен был сразу же после как раз Кубка Мира в 16-м году. Он там провел там лет 8, и бац, его решили поменять. И я, как раз мы поехали с Семеном Галькевичем, кстати. Знаем, с Челябинска, да. Сема, да, из Челябинска. Что с ним теперь? После Кубка Мира, это было в 16-м году, мы поехали через Ниагару в Баффало на предсезонный матч Баффало-Торонто. Заезжали на водопад? Да, заезжали на водопад, там в кофейне посидели. И, ну, предсезонный матч, ладно, но Баффало был разгромлен 1-8, и в этом же матче, как раз по завету квартального, что калитка должна быть закрыта, она не была закрыта. И бедный Куликов вписался копчиком. И он там получил такую травму, что его там утащили прям со льда предсезонки, да. И у него весь сезон пошел наперекосяк, потому что он потом рассказывал, у него грыжа появилась, там защемление, что-то там поехало в спине. И вот прямо на моих глазах сломалась его карьера. Его обменяли с Флоридой, первый же самый первый матч после Кубка мира. Как раз он там полуфинал с Канадой начал с его ошибки, помнишь, там Кросби его обокрал, забили. Я помню вот этот МЧМ. МЧМ, да, были моменты, когда он роковым образом косячил. Но при этом он игрок такой хороший, да, стабильный, и он вернулся в итоге во Флориду на круги своя. И оказался в финале, при том, что Флорида никогда не брала кубок. Как вам видится фигура Куликова после моего рассказа? Мы уже ждем его быстрее в Москве. Я закруглился. Быстрее на интервью. В Москве. У него жена шведка. Да, то есть он не планирует. Да, он вообще из Липецка. Чего он в Москве окажется, я не знаю. Все дороги через Москву ведутся. Да, в локаут играл в Ярославле. Так что в Москве ему... Я его не помню в России вообще. Не уверен, что есть этот рейс в Липецк прямой оттуда. Да, слышишь? Там, скорее всего, аэропорта нет. Наверное, он в России толку не бывает. Вот я его не помню вообще. Ну а как мы так должны его раскручивать на российском рынке, если нам туда летать? Извините, сейчас дорого. С той же зрения его карьеры, какие у тебя чувства рождаются в душе, когда ты видишь статистики, Дмитрий Куликов сделал три блока в матче против Коламбуса. Регулярный чемпионат. Кто он для тебя? У меня сразу претензии к себе, не к Куликову. Что почему мы о нем так... Ну лично вот я, например, особо никогда не говорила. Кто ты, да? Кто ты, Дима, да? Почему с тобой так молодой? Хочется извиниться. Сразу же. Простите нас, Дмитрий. Но мы исправимся. Как он тебе? Вот это, мне кажется, пример того, насколько человек, может быть, не обладающий какими-то выдающимися звездными качествами, может играть в лиге так много, потому что он подходит практически любому тренеру. То есть вот делай то, что от тебя требует. Третья пара спокойно воткнул, третья пара на свое дело. Ну это сейчас, понимаешь, это сейчас. А тогда-то, вот если мы будем вспоминать, вот когда его обменяли в Баффало, это же была первая пара. Ну как бы другое дело, что там у Баффало была такая оборона, что там первая пара была типа Куликов-Фристалайнен, как-то вот так. Что-то так немножко странно. Но вот человек, который в Виннипек, пожалуйста, вот он встал. Вторая, третья пара, пожалуйста, Куликов, в любую команду ставь, в любой команде он будет играть меньшинство. Третья пара идеально вписывается. Ну это такая рабочая лошадка, да, которая в принципе-то есть в каждой команде. То есть они особо не заметны, они не звезды, они на первых ролях, но свою работу делают отлично. Да, деньги не очень большие, так что классно, если он сейчас выиграет, тоже будем поздравлять и радоваться, как и за Бавровского, и за всех остальных. Должен Денис Казанский очень радоваться, потому что он тоже из Липецка. Может быть это будет даже первый липецкий хоккеист с Кубком Стэнли, я могу ошибаться, надо проверить. А как вам видится фигура Пола Мориса, который работал один год в Магнитогорске? Может быть, кажется, если не ошибаюсь, Илья Воробьев был его помощником? Да. Был, да? Да, точно был. А я не могу вспомнить, у меня не было какого-то... Подожди, нет, если не ошибаюсь, это был локаутный год? Да. Да, да. То есть он начал очень здорово, да, он прям собрал бомбическую команду, там была лучшая пятерка лиги, играли в ней Малкин, Кулемин, Мазякин, Гончар и молодой Антипин. Вот, и она рвала всех, потом все в январе уехали, когда закончился локаут, и они вылетели в первом раунде. И Морис приходил туда с условием, что его отпустят в НХЛ, обратно, если у него будет предложение. То есть у него год вот этот был, как я помню, там рассказывали местные, он чуть ли не на базе жил прям все время, жил все время на базе, там сидел в НОБе, какие-то там заметки делал, то есть он прям... Боялся в город выходить? Ну, я бы тоже, наверное, боялся на его месте, но как вот ты видишь его фигуру за тот один год, он тебе вообще запомнился? Ну, вообще, на самом деле, нет, потому что как раз и проблема в том, что был локаут, и приехало очень много звезд, и вот на фоне звезд, Пол Морис, он как-то немножко был в тени. Грубо говоря, там у него был же помощником, у него был Том Бараса, который в 90-е там каком-то первом-втором Спитцбургом выигрывал. Он вообще величайший игрок. Да, 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 то есть вот даже Том Бараса, когда, о, Бараса, это же вот, а Морис, ну, как бы, ну, да, у него там миллион матчей уже как у тренера, но вот на тот момент, мне кажется, он был немножко реально в тени большого количества звезд, которые тогда приехали. А сейчас, конечно, мы можем говорить, что, ну, что это за тренеры в НХЛ, там, у нас он в первом раунде вылетает, а там теперь, вон, два финала подряд, что за уровень? А если сейчас все КХЛ-овские тренеры пойдут в НХЛ, там вообще этих всех... Ездили из Магитогорска даже некоторые. На стажировку, да? Да. А вот представляешь сейчас, вот, если вот эти звездные НХЛ-овские тренеры, в КХЛ даже первый раунд пройти не могут. Ну, так, ну, это, конечно, подкосило Магнитку, то, что все они уехали, Малкин и остальные. Я, на самом деле, полез состав смотреть. Там же, там же даже Райан О'Райли сыграл 12 матчей за Металлург. Да, там был его брат, Кэл О'Райли, ну, меньше известный на фоне брата. А Райан О'Райли приехал и подписал контракт не на локаут, он приехал, подписал двухлетний контракт с Металлургом, но сыграл что-то там типа 12 матчей, потом там получил травму и расторг уехал. Понял, что погорячился? Не надо было так сразу. Нет, там же были какие-то, там Зукарелло играл, прям полноценно не в аренде, вот, норвежец. Представляешь, насколько крута Магнитка, вот сама по себе Магнитка, насколько крута, что они такую отлично делают селекцию. Я вообще не понимаю, как они иногда уговаривают легионеров ехать в Магнитогорск. Ну, окей, деньги понятно, но все равно же, ты там что-то объясняешь, да, вот Магнитогорск, вот человек там начинает либо узнавать где-то, либо гуглить, и сразу такой, ну нет, не хочу. Ну, они же тоже все из маленьких каких-то городов, что прям все из Нью-Йорка, что ли, там родом, нет? Они же тоже своих каких-то там... Магнитогорский город, помимо того, что он маленький, там и пейзажи, простите, конечно, есть и красивые локации в Магнитогорске, безусловно. Я приезжаю в Магнитогорск на чемпионский парад, заново открыл для себя этот город, вот реально, заново посмотрел на этот город, потому что, во-первых, ну погода была прекрасная, да, 31 мая, во-вторых, это парк притяжения я увидел, его построили на 30%, но то, что я увидел эти 30%, они просто прекрасны, то есть там такие пляжи, шезлонги, там беговая дорожка, там 5 километров вокруг этого всего, это находится чуть ли не в центре города, там рядом, вот, и потом хорошие рестораны есть, да, там я в этом, в отеле жил, как он, в форум, да, выходишь, там грузинский ресторан там есть, ну, я не могу сказать, что это прям город мечты, но там комфортное место для проживания, то есть там таунхаус какие-то есть напротив этого парка притяжения, то есть там эти, и природа нормальная, ну, я не могу сказать, что прям это супер-супер, но город, я вижу, как он действительно улучшается. Опять же, вот этот центр мне понравился, знаешь, вот когда мы на автобусе ездили, мы ездили автобус журналистов, перед нами был чемпионский автобус, вот эти все сталинские застройки, да, такие, то есть так, ну, прикольно, ну, нормальное место для жилья. Вот ты мне как раз, я подвожу к вопросу, расскажи мне, жители Челябинска, как они относятся к жителям Магнитогорска? Есть какая-то такая вражда? Или это только на примере хоккея? Или вы дружите и болеете, например, вылетает трактор и болеете дальше за магнитку? Мне кажется, есть, потому что вот мои друзья, есть вражда, потому что, ну даже не вражда, какие-то трения, потому что даже по моим друзьям, которые болеют за трактор, но они не будут болеть за металлург, и был же случай, когда, ну губернатор Челябинской области Алексей Текслер, он президент хоккейного клуба трактор, и однажды, по-моему, или может быть пару раз, его сфотографировали в ложе металлурга, в бомбере металлурга, ну и там был такой хейт, ну то есть жители Челябинска вообще не поняли, что это было. Только что, то есть, да, я губернатор региона, у меня две команды, но, то есть ему прямо предъявляли, ты не можешь болеть, ты не можешь туда ходить, ты не можешь надевать их мерч, нет. Ну и в целом, действительно, есть какой-то скептиз. То есть как в Монтеке и Капулете, Даня, у вас? В хоккейном плане точно, но мне кажется, есть какой-то скептиз, что, ну то есть даже в шутку, в разговорах называют село, да, и в хоккее, ну, вы знаете, распространено, и в принципе, в обычной жизни, ну, Митогорск село, но, а... То есть, Челябинск город-миллионник, там 400 тысяч. Хотя, да, это крупный город, даже 500, по-моему. Да, уже 500. Вполне себе, с аэропортом своим, автономный, можно так сказать, но, то есть, что жители Монтегорска немножко так тоже к Челябинсам, ну, эти, понятно, там. При том, что в хоккейном плане магнитка, это как Мерседес на фоне Жигулей. Ну, прям Жигулей. Ну, да, посмотри, сколько призов. Лада Гранта хотя бы какая-нибудь. Или новый Запорожец. Да. Вы видели, классная машина визуально. Да. Я когда в Дагестане отдыхал, я сажусь, такой черный этот джип, я думал сначала это какой-то Геленваген какой-то. Вот. Меня начали возить, он такой, да, это же Нева Патриот. Это, да, серьезно? УАЗ. В этом году не дарили Нивы, поэтому. По горам скакали, да. Так что давайте мы через Винлайн запрогнозим этот финал, буквально кратко, потому что у нас на канале будет отдельный прогноз, и от меня от Андрея, да, как все это поподробнее расскажем. Чисто ваше предчувствие. Вот Винлайн дает коэффициенты, вот, но кто выиграет эту серию? Ну, я думаю, что все-таки будет Флорида, но хочется же всегда финальной серии как можно дольше длились, да, понятное дело. Две хороших команды, хотя многие говорят, что Эдмонтон вроде как случайно попал, но сейчас Андрей нам полчаса рассказывал, что не случайно. Вот я тогда Рома тоже убедил, что Даллас пройдет, а нифига Даллас не прошел. Поэтому все-таки я думаю, что Эдмонтон поборется, тем более с такими игроками в составе, я думаю, что 4-3. Побровский. Да, седьмой матч будет во Флориде, но это было логично. Ну, давай, 4-2 в пользу Пантер. Допустим. А что перевесит? Глубина состава, баланс? Ну да, ну да, ну то есть я думаю, что Барков и остальные, они сумеют остановить, ну, может быть, не целиком и полностью, но все-таки притормозить Макдэвид и всех остальных. А глубина атаки у Пантер все равно лучше. Ну, грубо говоря, Тарасенко в третьем звене, да? А у Эдмонтона в третьем звене, там, Дилан Холлоуэй, ну, чего сравнивать. Я не могу сейчас говорить, получается, что выиграет Флорида, потому что, во-первых, должно быть какое-то альтернативное мнение, во-вторых, эта серия все-таки будет достаточно ровная. Нет такого, что, знаешь, вот... Кстати, год назад, по-моему, было такое чувство, что Флорида на фоне Вегаса смотрелась какой-то сироткой, да? Помнишь, как вот Монреаль играл, кому он проиграл? Тампой? Да. Там было все понятно, да, до финала, что Монреаль продует, да, там был дисбаланс, все такое, это Тампа, да, они так и пролетели. По-моему, выиграли только первый матч, да, и потом все, улетели. Вот, все было серьезно. Здесь такого нет. И я отвечу на вопрос, что может ли выиграть Эдмонтона, я думаю, что да, за счет как раз нападения, там вот это всего. И мне кажется, может быть такое легкое, потому что лиге выгодно, чтобы выиграла. Хотя, знаешь, выгодно и Флорида, чтобы выиграла. То есть первая в истории кубок команды, это со мной странно. Красиво будет и там, и там, по-своему. Но важно, для них очень важно, чтобы Макдейд этот кубок Стэнли взял. С другой стороны, у Макдейда еще есть время впереди. Это может быть, знаете, на что будет похоже? На Эдмонтон, который был под династией Алендерс в 80-х. То есть там Алендерс выиграли 4 кубка Стэнли подряд, и потом в последний раз, когда выиграл Алендерс, они играли в финале с Эдмонтоном. То есть молодой Эдмонтон с грецки туда пробились, их там прихлопнули сразу. И вот они опыт тот получили, династию переломили и сами начали выиграть подряд. Это, кстати, же прикол в том, что вот сейчас вспоминали все команды, которые вернулись в финал на следующий год после поражения в финале. И, ну понятно, Питцбург 8-9, и как раз Эдмонтон это тоже в этом списке 83-84. Два случая было, да. Ну там, по-моему, два? Два. Вот когда команда вернулась и взяла кубок. Ну, короче говоря, Эдмонтон 83-84, Питцбург 2008-2009. То есть Эдмонтон, конечно, может и проиграть, но у них хорошие шансы, и это пойдет им на пользу в любом случае, потому что они получают этот свой первый финал, этот первый опыт. Вопрос ребром. Вопрос ребром. Вот так вот. Андрей, сколько стоит Игорь Шестеркин? Игорь Шестеркин. Кстати, я ему написал, я говорю, дай интервью. Он обычно дает, когда команда вылетает через несколько дней, и вот он общается со всей прессой. И он сейчас сказал, я не знаю, когда у меня будет время. Я не знаю русский язык. Да, 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 я же в твоем ледом был случай, если он еще и забыл. Вот расскажи эту историю, потому что мне кажется, пока он не подпишет новый контракт, он будет бояться сказать лишнее слово в интервью, потому что он действительно судьбоносный момент в карьере. Он может получить контракт, который тянет под 100 миллионов долларов. Ну, в общем, то, что если про эту историю, ну, кто не видел, после уже вот завершения сезона, Шестеркин ставил, давал интервью, и ему задали вопрос про новый контракт. А это логичный вопрос, потому что ему остался год по тому контракту, который у него сейчас действует. Соответственно, надо что-то уже решать. Ему задали вопрос, и он ответил на это, что I don't speak English. Я не говорю по-английски, все посмеялись. И все, и на этом закончилось. Вот. А что касается контракта Шестеркина. Я думаю, что если смотреть вот, ну, вообще топовых вратарей, какие у них сейчас... Он станет самым дорогим русским, если он получит 12. Ну, про 12 это вот написал кто-то, действительно, предположение чьё-то же. Сейчас или вообще в истории? Сейчас, потому что, опять же, вратарь не может получать больше, чем полевой игрок. Потому что полевой игрок проводит чисто теоретически 82 матча, а вратарь проводит, ну, 2 трети матча из-за этого количества. 60. Ну, 62. То есть он... Ну, полевой игрок не может в одиночку, как чаще всего, если это не Макдейд вытащить матч, а вратарь бывает такое, что он может... Ну, вратарь всегда получает меньше, чем полевые, да. Там Бобровский сейчас самый дорогой, с прайсом, да, у них были по 10 миллионов, но уже 14 миллионов получает полевые. То есть это же логически объясняется. А он станет самым дорогим россиянином в лиге. Самый большой контракт у Панарина. Вратарь, в котором ты имеешься, да. У Панарина 11 с чем-то. Вот, знаете, я 12, я вот не очень уверен насчёт 12, потому что, ну, ты как бы сжигаешь такое количество денег, понимаешь, что Шестеркин топ вратарь. Но я думаю, что вот с точки зрения клуба, ну... А он на рынок выходит? Может идти. Сколько мы лет? Он неограниченно свободным может стать? 96-го? Или 5-го, или 6-го. Надо это проверить. Через год, 24, мы будем... Если он становится неограниченно свободным, то они его просто потеряют. Ну, поэтому и вопрос о том, что его сейчас надо продлевать. Как вот, допустим, Хелли Бака в Виннипек продлил его час, и, соответственно, у Хелли Бака вот с нового сезона начнёт действовать его новый контракт. Сколько мы дали, не помнишь? Да, я посмотрел специально, ему дали 8,5 на 7 лет. 8,5, ну... А тут 12. Ну, я говорю, я же не уверен в этих 12. То есть, я думаю, что... Сколько он стоит? Вопрос-то к тебе. Сколько он стоит? Вот, скажем, то, что дали Хелли Баку 7 лет на 8,5, это, скажем, вот этот нижний порог, от которого клуб Рейнджерс... Ну, соответственно, вот ниже которого, ну, просто неприлично было бы делать предложение клубу. Ну, смотри, Василевский 9,5, Бобровский 10. То есть, на месте Рейнджерс я бы вот что-то такое, да, и предлагал. 10,5. То есть, так же, как Бобровскому? Да. Ну, всё-таки Шестёркин моложе гораздо. Да, Бобровскому этот контракт тоже дали, когда он был моложе. Ну, а во сколько ему, получается, дали? Надо вспоминать. Ну, он был за 30. Ну, да, уже, то есть... А что? Он был за 30. Это был 19 год. Он и был двукратный главателем Безины. Ну, то есть, с точки зрения клуба, понятно, клуб всегда заинтересован в том, чтобы подписать, потратив как можно меньше денег, чтобы у тебя, ну, понятно, оставалось там каких-то других. Ну, то есть, вот ниже 8,5 это прямо унижение будет, а на уровне 9,5-10, вот я думаю, что вот с этим предложением вполне клуб может выходить. Дальше вопрос, чего сам Игорь хочет. То есть, если Игорь хочет реально 12, если он сам хочет эти 12, значит, надо садиться и разговаривать, и договариваться. Я не уверен, понимаешь, вот большая ли разница для человека, вот 10 или 12, с точки зрения... У тебя есть разница? 10 или 12. Дайте в рубли переведу, мне сложно в миллионах долларов. А что бы ты сделала? Тебе миллион долларов дали бы, что бы ты сделала? Унизили бы тебя, вот он говорит, 8,5 миллионов унижения. Унизили бы тебя миллион долларов. Унизили бы квартиру в Филадельфии, чтобы ходить на матчи Федотова и брать интервью. Федотов с ума сошел. И вот, кстати, Федотов уникальный тем, что забирали там, ну, это, не то, что морские котики, он тренировался, когда первый раз приезжал в Америку, он тренировался на базе морских котиков. А потом он попал, посмотрел, как и военные там, тренировался и там, все сравнил. Да, так вот. Что бы ты купил? Квартиру в Филадельфии, да? Вот такой у тебя план. Хорошо. Ну, по-моему, я отвечу на вопрос, введут ли Бобровского Золслава. У него прям 100%, что введут Золслава отечественного хоккея, на автозаводской, там, хороший музей стоит, туда его введут. Крайне мало шансов, что введут Золслава и Хафе. Сейчас они вообще там в Хафе, наверное... Представили, мне кажется, прием русских... Вопрос, на сколько лет, да? Вот сейчас Ягров ввели в Хафе, да? Ну, что вам казалось бы, в Хафе, введите какого-нибудь ветерана нашего. У нас ветераны, что? Ну, они не хотят. Вот это, конечно, тоже с их стороны. Но в НХЛ, я думаю, что он будет в Золславе. Если он возьмет Кубок Стэнли сейчас, это прям практически точно. Подожди, там Леонгу ввели в Золслава? Что тут какие-то истории были в отделе вратарей, которые... Вот, например, ввели Эда Бельфора. Эд Бельфор, ну, не самый лучший вратарь в истории, но он легенда Далласа, он брал Кубок Стэнли с ними. И вот Бобровский для меня фигура типа Эд Бельфора. Но при этом у Бельфора, по-моему, не было двух визин, в отличие от Боба. А у Боба это есть. И как раз Бобровский символизирует вот эту всю огромную волну крутых русских вратарей, которые прям символизируют то, что сейчас... С него пошла, можно сказать. С него она пошла, да. То есть он... Был момент, вот я помню, когда Энхел освещал, что я даже не мог представить, что русский вратарь возьмет визину. Потому что это всегда, казалось бы, только канадские вратари. Это раз. И во-вторых, у нас просто не было вратарей. У нас был единственный вратарь Максим Соколов вот в России. Ну, там были Хабибуллин, да, он там в сборную не приезжал. Был там Шталенков. Вот мы крутились между ними тремя. А тут прям появился Бобровский. Ну, там Брызгалов, да, был Бобровский. И вот пошла-пошла эта волна. Это прям реальная революция в хоккее. И, конечно, уже поэтому надо уводить в этот зал славы. Но давайте подождем, чем закончится финал. И очередная веселая история от Анны. У нас есть вот история Матвей Мечков. Отпустит ли Матвей Мечков в Филадельфе? Ты о нем тоже делал репортаж. И как он проведет первый сезон в Энхел, если его отпустят? Вот кто для тебя вообще Матвей Мечков в нашем хоккее? Ты с ним общалась лично. Насколько он тебе показался интересным? Я с ним общалась лично. Да, мы прилетали в Сочи год назад. Но мне показалось человек сложный, скажем, мягкий. Я не знаю, можно ли вот прям сказать, как я ощущаю? Сказать можно, но не ругать. Потому что молодых не надо. Нет, нет, ни в коем случае ругать не хочу. Но, мне кажется, возможно, это уже случилось. Мне кажется, Матвею нужно пересмотреть свое отношение в бытовом плане к персоналу клуба. Возможно, поврослел уже за год, это случилось. То есть, немножко не понравилось, как он себя слишком высокомерно вел не с нами, а вот с людьми, которые в клубе на каких-то должностях. Да. Ну как, при нас при этом. Мы видели. И я как-то меня это немножко смутило. Я подумала, молодой парень. Для меня, Матвей, да, вот как я его вижу, я с ним брал несколько интервью, как я вот так с ним пересекался. Я, правда, с ним не делал небольшое интервью, прям, чтобы весь день ходил. Но я вижу в нем парня, который, несмотря на свои юные годы, ему 19, да, ну, я с ним общался и в 16 лет, 17, как человек, который знает себе цену. Это хорошее качество или плохое? Знает себе цену. Я считаю, что, с одной стороны, его все раскручивают и говорят, вот он, большой талант, с другой стороны, действительно большой талант. Вот мы говорили, там, Радулов, да, 40 очков набрал за сезон, Мечков спокойно набрал в Сочи 40 очков этих, да. Вот. И разве это плохо, что он знает себе цену? Разве плохо, что он там персоналу говорит, мне надо вот это, вот это, мне надо вот это сделать, сделать мне вот это. Вопрос все-таки к форме. Ты можешь сказать просто вежливо, а можно немножко уже переходя вот на хамство, вот границы вот это вот. Эй, чмо, где мои носки. Такого было или не было? Нет, такого не было, конечно, безусловно. Ну, тогда все нормально. Ну, а не вовряд ли пошло у Матвея Мечкова, что о нем вот с 15, наверное, да, с его лет очень много говорили, и где-то, может быть, его испортили, журналисты, нет? Но ведь мы же все время говорили о том, что мы должны раскручивать хоккей, вот видеть звездочек, там, как вот видели Кросби, Макдэвид, их же видели с 12 лет. Вот они там выделяются на детских турнирах, о них там писали репортажи, и мы говорили, а почему у нас такой глубины нет изучения? Вот, пожалуйста, Мечков выстрелил на юношеской олимпиаде, да, там у них был Смиршниченко, они играли, и мы с тех пор его раскручиваем, и он оправдывает ожидания, в принципе. Ну, это тоже с чем надо справляться, молодому игроку. Это же медные трубы. Я помню, Кросби ругали за высокомерие, 18 лет, когда он в лигу входил, первый сезон, он очень ругали все за высокомерие, там, придирались к его моментам каким-то там. Я помню, он, помнишь, момент он подрался с Валабиком, из Атланты, еще Атланта была, такой Валабик, да, и он начал бить между ног, по яйцам, вот так, и все такие болельщики, фу, ты вообще, Кросби, ты абсолютно отстой, как ты можешь бить человека туда? Вот, его там хейтили какой-то момент, из-за Валабика, я помню. Ну, возвращаясь к вопросу, по Матвея. С другой стороны, сейчас, мне кажется, вот молодые, часто они такие, немножко дерзкие такие, то есть, о себе могут заявить, и, может быть, это и действительно неплохо, как ты говоришь. Да, уверенность. Но, про Матвея, что, стоит ли ему ехать, да, сейчас? Стоит ли его отпустить? Вот ты, допустим, руководишь СКА, ты бы его отпустила? Или сказал, нет, Матвей, два года еще, до работы? Нет, я считаю, что отпустить стоит, но, может быть, как-то вот в аренду туда... В эту сторону не работали? Нет, с возможностью... Об этом еще не думали. Подождите, не в аренду, а с возможностью как-то вот вернуться, если, например, его там отправят в АХЛ. Ну, собственно, ты говоришь словами Романа Ротенберга. Как раз на этой... Ну, мы с ним созванивались. К этому Холодовь и склоняет. Он говорит, что мы вам дадим Мечкова, но если он не будет играть в первом звене, в первом большинстве мы его забираем. Нет, он не будет, естественно, я думаю, что играть в первом звене и в первом большинстве, ну, куда, 19 лет на секундочку давать. Мы вроде давно говорим про Матвея Мечкова, а лет-то ему немного еще. И в 19 лет быть на первых ролях даже в Филадельфии, я думаю, что у него не получится сходу. Но и тоже не отпускать его, если при этом он сам хочет, а он, очевидно, хочет уже поехать. Ну, представь, его отпустили. Твой любимый в Филадельфии. Действительно любимый Кутовый? Нет, нет. Мы просто... Просто так часто так называешь. Нет, я, кстати, за Рейнджерс. Симпатизировала Рейнджерс в этом плей-оффе. Вот представь, Бедард, все бегают вокруг Бедарда. Ну, вот Мечков приехал в Филадельфию, он говорит, что там покажет? Его ждут там очень. Он что сможет сделать? Вот это как раз и вопрос. Потому что Мечкова много сравнивали с Бедардом на расстоянии. То есть вот кто-то говорил, подождите, это нерелевантное сравнение, потому что Мечков играет в КХЛ еще и в Сочи. Да, там он набирает очки и так далее. Но Бедард все-таки играет в НХЛ. Ну, то есть вот сейчас их сравнивать бессмысленно на данный момент в текущих обстоятельствах. Мечков в КХЛ и Бедардов в НХЛ. И в командах, да, при этом, в которых они играют. Вот как раз интересно посмотреть его в деле, так скажем. Твой прогноз? Ну, я думаю, что СКА отпустят. Почему-то мне хочется в это верить. Ну, потому что человек хочет. Видимо, разговор был, и он заявил о своем желании. Ну, и странно удерживать человека против его воли. Он наберет 50 очков в первом сезоне? Нет, 50 очков, я думаю, не наперед. Да нет, он будет сидеть вообще у Тартареллы. Ты что? Бедард бы сидел у Тартареллы. А Тартарелла, по-моему, говорил, что мы заинтересованы. Мечков, и мы его ждем. Можем ли мы ему верить? Мечков сядет, выгонит Тартареллу. Я удивляюсь, что его вообще не выгнали за этот сезон. Ну, они же там шли в зоне плей-офф долго. Но могли бы выгнать его за этот сезон. Вот если Тартарелла там сажал ветеранов, опытных, взрослых, Мечков бы вообще сидел, и Бедард бы сидел у Тартареллы. На примере Федотова мы можем сказать, что словам Тартареллы можно верить. То есть он сказал, приезжай, мы тебе дадим практику и так далее, дали. То есть сейчас он говорил, что приезжай, мы тебе заинтересованы, Мечкову? Ну, если мы заинтересованы, может быть... Шансы всегда дают, шансы всем всегда дают. Так мне кажется, может быть, вот как в случае с Федотовым, тебе как бы искусственные эти шансы, тебе их подкидывают раз за разом. То есть любой другой может быть... Ну, слушай, слушай. Может быть, Мечковым будет так же. Мало того, что тебе не просто шанс дадут, тебе несколько шансов дадут. И вот вопрос, как ты за них зацепишься. Девять матчей, пока контракт не вступил, сила, а дальше... Мой прогноз, закрывая передачу, Мечков наберет, Мечкова отпустят, он наберет от 60 очков за сезон. В НХЛ! И он забьет от 30 голов. Ты это когда-нибудь в карьере... Нет, в какой лиге ты сейчас это говоришь? В этом сезоне это будет. В НХЛ? Он созрел, да. Посмотри, он забил в Сочи. Сколько он забил? Сор... Сколько? У него там что-то много голов. Слушай, в Чикаго я бы поверил. Я объясняю свою мотивацию. В Филадельфии? Смотри, объясняю мысль свою. Потому что, во-первых, он заматерел, по нему видно физики он набирается. Я вижу, как у него растет бросковая активность, он очень много бросает. Это чуть ли не сам бросающий игрок КХЛ. Вокруг него будут в Филадельфии строить команду. Он будет действительно играть в первом звене. Тартареллу скажите. Да, Тартареллу уволят, если он будет мешать. И он действительно... Я не говорю, что он как Овечкин дебютирует. Что Овечкин там в 20 лет 106 очков набрал. Но, я очень скромно сказал, что 60-е. У него может быть больше. Но вот именно он будет нацелен на ворот. Он будет бросать по 8 бросков в створ за матч. Там 10. У него будет бросать, бросать, бросать. У него очень хороший бросок. У него что-то будет залетать. И Филадельфия, конечно, может и не попасть в плей-офф опять. Но Мечкоу дадут действительно статистику набить. И он станет звездой. Я так вижу. Давайте поспорим в комментариях. Накидайте комплиментов Анне. Нам достаточно лайков просто поставить. Это практичнее. Такие мы темы обсуждали. Кто выиграет Кубок Стрелянный, напишите в комментариях. Предлагайте новые темы. И что еще забыл сказать. Пока-пока. До свидания. Всем пока. Увидимся.